День Города 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 и общественных. На заседании Рязанской городской думы депутаты сформировали ряд поручений администрации. Ей предстоит разработать муниципальную программу, которая касается развития отдаленных районов города. Тех поселков, которые вошли в состав Рязани, но проблемам которых не уделялось должного внимания. Все работы в рамках бюджетного финансирования будут контролироваться депутатским корпусом. Планы и отчеты, в которых будут указаны сроки работ, объемы и ответственные лица, городская дума будет рассматривать ежеквартально. По всем направлениям работы будут определены приоритеты. Юлия Рокотянская подчеркнула, что необходимо выстроить системную работу и обеспечить строгий контроль со стороны депутатов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. За взятничество арестовали бывшего заместителя начальника Рязанской колонии. Следствие установило, что с 2017 года мужчина неоднократно получал деньги за организацию длительных свиданий с родственниками, а также за обеспечение безопасности одному из новых заключенных. Чтобы скрыть следы преступления и избежать новых расследований, мужчина организовал причинение телесных повреждений одному из осужденных, пытаясь представить эту ситуацию как результат якобы противоправных действий должностных лиц. В ходе следствия обвиняемый не признал себя виновным в инкарминируемых ему преступлениях и всячески пытался воспрепятствовать установлению их обстоятельств. В этой связи в отношении обвиняемого по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается и также проводятся активные следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Плата за коммунальные услуги вырастет дважды в течение следующего года. Первый раз в январе. Рост составит 1,7%, а в середине года поднимется еще на 4%. При этом в июле в среднем коммунальные платежи за холодное водоснабжение увеличат на 6,3%, отопление на 6,2%, электроэнергию на 5%, а газоснабжение на 3,1%. Это данные по Рязани. В Касимове же цены на горячую воду увеличатся более чем на 21%, на отопление почти на 24%. Рост тарифов на электричество, газ и холодную воду будет аналогичен Рязанскому. Война между управляющей компанией и жильцами обслуживаемых домов на Московском шоссе длится более двух лет. Повышение тарифов без предупреждения, навязываемые услуги. И это только часть претензий, которые накопились у людей. Тему продолжит Валерий Седов. В доме номер 41-1 по улице Московское шоссе несколько раз за год управляющая компания поднимала тарифы. При том, рассказали местные жители, их сначала повысили, а затем об этом всех оповестили. На собрание жильцов был установлен единый тариф 14,6 рублей. После они обратились с этим в управляющую компанию. Так написано в жилищном кодексе, что как решает собрание собственников жильцов, так и должен быть такой тариф принят. Однако вместо 14,6, значит, наши жилы самостоятельно ввели 17 с лишним рублей. То есть они нас сразу с каждого квадратного метра лишнего взяли сами, без всякого собрания, почти 3 рубля. Другой важный вопрос – это диагностика газового оборудования. Анатолий Кушин рассказал, что услуга эта должна проводиться бесплатно. Вот только в их доме с каждого взяли по 463 рубля. Притом проводила диагностика компания из города Сасова. Хотя тарифа у горгаза, как говорят жители, куда меньше. Да и сама диагностика оставляет желать лучшего. Ко мне вообще не приходили, а деньги с меня сняли уже, понимаете. Вот. Теперь дали к другим. Вот к моему соседу пришли. Значит, проверили вот так прибором. Провели по вертикальному, так сказать, трубопроводу, который идет к плите. А должны были проводить по этому вот, по вертикальному газопроводу. А к одному из товарищей пришли и говорят, ну как у вас с газом, все нормально, все нормально. И ушли 463 рубля за два слова. Местные жители рассказали, что объем работ, который компания должна выполнить по договору, куда больше, чем проводилось. В каждой квитанции у жителей дома 41-1 стоит еще один пункт. Это коэффициент застесненность. Говорят, его берут за работу в закрытых сосудах. Например, при работе с газопроводом. Раньше он назывался неприятные условия труда. Местные жители рассказали, что управляющая компания взимает его и за замену лампочек. У восьмерка управляющая компания прокомментировала ситуацию. Говорит, что повышение тарифов – это мера плановая. Этот дом два года был на тарифе меньше, чем даже тариф городской для муниципального жилья. Это у них было принято решением собрания дома. В этом году они такого собрания не собрали. И мы им подняли тариф на основании договора. Как раз и работы по диагностике газопровода оплачиваются потому, что тариф у дома был ниже. Директор управляющей компании рассказала, что в других домах с городскими тарифами оплата шла из-за этих денег. Из жильцов не взымалась. Здесь же взыскивать пришлось. Также пояснили, что компания была выбрана потому, что на тот момент она была единственной с лицензией на такой вид работ. И хоть на многие вопросы управляющая компания ответила, местные жители с ней воевать устали. В настоящий момент они собрали пакет документов, необходимый для обращения в суд. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Миграционный поток в Рязанской области увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся в отчете мэрии по мониторингу процессов, влияющих на распространение экстремизма и терроризма. За последние 8 месяцев на миграционный учет встали почти 76 тысяч человек. В основном это граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдавии, Армении, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. При этом в документе отмечается, что миграционный поток помогает стабилизировать численность населения. Напомним, что на начало августа в Рязани проживает 539 тысяч человек. Практикующие врачи, аспиранты, студенты, руководители клиник собрались в Рязанском медицинском университете. Там прошла конференция «Современные подходы к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации в стоматологической практике и челюстно-лицевой хирургии». Какие темы на ней обсуждались, расскажет Дина Исляева. Выступая перед собравшимися, проректор по лечебной работе РязГМУ Галина Артемьева отметила, что стоматология, как ни один другой профиль медицины, обеспечивает высокий уровень качества жизни, к чему так все стремятся. В рамках конференции будут обсуждаться интересные и важные вопросы, потому что стоматология – одна из тех отраслей, которые постоянно внедряют новые медицинские диагностические профилактические технологии и может похвастаться этим перед другими профилями медицины. Стоматологическое здоровье вносит большой вклад в сохранение здоровья соматического, а профилактика стоматологических заболеваний ведет к профилактике всех соматических болезней и, конечно же, сохранению здоровья нации. В рамках конференции в РязГМУ выступят представители ведущих московских вузов. В ходе данной конференции будут рассмотрены самые актуальные вопросы по всем разделам стоматологической науки – это хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология. Нацелена эта конференция на аудиторию достаточно широкую, начиная с врачей общей практики, руководителей организации. Сейчас здесь можно увидеть и главных врачей стоматологических предпринимателей нашего города и, соответственно, врачей рядового звена. Один из докладов посвящен реконструктивной хирургии при онкологических заболеваниях челюстно-лицевой области. Будет обсуждаться комплексная реабилитация таких пациентов. По сравнению с дефектов, после опухолевых дефектов челюстей лицевого черепа – это очень актуальная проблема. Если есть у человека какое-то образование, хирурги удаляют образование, то есть минус ткани получается. Нужно восстанавливать бытовые травмы, автомобильные травмы, производственные травмы. Там тоже есть дефекты. Поэтому всегда и это будет актуальная проблема. Конференция завершит работу 14 декабря. По ее итогам будет выпущен сборник научных материалов. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Зима традиционно становится сезоном простуда. Колебания температуры лишь усложняют обстановку. Ведь одеваться по погоде становится все сложнее. Как не заболеть или максимально быстро поправиться, расскажем в следующем сюжете. Катался на лыжах или играл в снежки? Даже безобидные занятия могут обернуться болезнью. И речь не об ушибах или ссадинах, а об острых респираторно-вирусных заболеваниях. Они поражают верхние дыхательные пути и являются самой распространенной в мире группой болезней. По данным мониторинга, на прошедшей неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась ниже эпидемического порога по области на 19,2%. По городу Рязани на 2%. А это значит, что риск заразиться увеличивается с каждым днем. Чтобы это предотвратить, важно соблюдать простые правила безопасности. Ведь ОРВИ передается воздушно-кабельным путем. Стараться находиться в местах такого скопления народа поменьше во время сезонных заболеваний. Ну и так уберегать себя. Вести правильный образ жизни. Наверное, заниматься спортом. Наверное, я не знаю, больше на свежем воздухе. Теплые сапоги, теплую куртку. Варежки не ношу, не люблю варежки. Но постараюсь потеплее одеваться. Что ценное, не синтетику, шерсть. С палками хожу. Ну, соблюдаю режим более-менее, когда можно. Я иду в бассейн. Я занимаюсь плаванием. Стараюсь, да. Помимо традиционной медицины, рязанцы привыкли доверять инородным средствам. Главная задача которых – повысить собственный иммунитет организма. А значит, помочь эффективнее сопротивляться болезни, используя внутренние резервы. Гретька с медом, если кашель. Подорожник отвариваем, если кашель. Ну, это лимон, чай с лимоном. Ну, а так, конечно, аптека. Спиртом растираться почаще надо. Чай с имбиром пьем, чесночок с помидорками кушаем. Ну, и так стараемся закаляться, холодной водой оплеваться. Свои секреты есть у тех, кто вынужден целый день стоять на морозе и много общаться с людьми. Речь о продавцах, которые работают в любую погоду. Ну, во-первых, чеснок – это самое лучшее средство, да, сало. Оно греет, во-первых, да, его покушаешь, уже в организме тепло держится. Ну, естественно, потеплее одеваться. Теплые носочки шерстяные обязательно. Ну, что еще? А дальше домой приходишь, чай горячий с малиновым вареньем и спать. Однако все без исключения отмечают, что если болезнь все же взяла верх, необходимо сразу же обратиться к врачу. А народные средства станут хорошим дополнением к традиционному лечению, которое назначит профессионал. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Символ Нового года появился в одном из рязанских дворов. Снежную скульптуру свиньи высотой порядка трех метров вылепил бывший военный Юрий Веселков. Дом уже стал местной достопримечательностью, а рязанцы приезжают сюда за креативными фотографиями. Юрий Веселков, бывший военный, делает скульптуры из снега, научился еще в детстве. Он считает, что каждый год лепить снеговиков скучно, нужно разнообразие. Когда появились свои дети, делал вместе с ними разных животных. Фантазия нужна, пожалуй, только чтобы решить, как будет выглядеть персонаж, кого лепить, подсказывает календарь. У каждого года новый символ. В прошлом году у нас собака была, позапрошлым петух. Сейчас свинью, я не знаю, насколько получилось, но людям нравится, они ходят благодаря тому, что мы каждый год лепим что-то. Поэтому как-то люди со всей Рязани приезжают, приходят с работы, такие с никаким уставшие лица, да, посмотрят, у них уже все, в семью уже приходят с настроением. Фото символа предстоящего года Юрий подсмотрел в интернете. Собирать снег помогали соседи и сын, учащийся в строительного колледжа. Лепили свинью 11 часов. Самое сложное – поднять вот это все наверх. Ну и терпение. Двор дома Юрия Веселкова стал местом паломничества благодаря социальным сетям. Соседи сфотографировали скульптуру и выложили в интернет. К скульптуре часто приходят не только фотографироваться. Здесь любят гулять родители с маленькими детьми. Очень понравилось. Детям очень нравится. Он каждый год нас радует. То свинью слепит, то собаку – символ года. Детям очень весело и нам тоже, соответственно, большое спасибо ему. Сколько простоит скульптура, зависит от погоды. Пока идет снег, есть возможность ее подреставрировать и привести в порядок. Благо, что материал бесплатный и недостатка в нем нет. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин